Алексей Горбунов известный в Сочи человек. Его трудовая деятельность насчитывает 55 лет, а имя занесено в книгу почета города Сочи. И даже на пенсии он очень активен, возглавляет городской совет ветеранов, является советником главы Сочи, помощником члена Совета Федерации. Сам он называет свой трудовой путь интересным и необходимым для города, а начал работать с 14 лет, создав школьную производственную бригаду. Трудолюбие – это фундамент или труд, это фундамент всей жизни, основу всей жизни. Если ты даже родился гениальным и не будешь развивать и работать над своими способностями, весь твой гений уйдет. Был строителем, инженером-электриком, сотрудником Лазаревского райкома партии, работал в исполкоме народных депутатов Центрального района, генеральным директором гостиницы «Москва-Чайка» и даже избирался депутатом законодательного собрания края. Его самоотверженность, его отдача, его умение сопереживать, понимать людей, умение работать с ветеранами, он отставит интересы ветеранов, он доводит до администрации города, до главы города. Вы понимаете, его настойчивость – это его позиция. Позиция быть человеком небезразличным, судьбом людей. Для того, чтобы город развивался, для того, чтобы он хорошо процветал, все равно нужна опора на тот опыт, который уже был, и на тех людей, которые это делали и развивали наш город. И вот говорят, а кто герой нашего времени? Вот я считаю, герои нашего времени. И вот те люди, которые сделали наш город прекрасным и красивым. В адрес Алексея Горбунова прозвучало много теплых слов от друзей и коллег, от представителей власти и депутатского корпуса. Но совсем для молодого поколения сочинцев это пример трудового подвига. Строить фабрики и заводы, растить хлеб, учить и воспитывать детей, защищать родные рубежи, верно служить своему народу – вот то, чему хотел бы виновник торжества научить ребят, чтобы и их труд был многолетним и полезным. Елена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».